Казань Всю зиму Казань атаковали аномальные морозы и метели. Перекрытые трассы рушили планы людей, а сугробы становились виновниками ДТП. Город уже устал от снега, но коммунальные службы просто не успевают его ввозить. Так почему же Казань в этом году оказалась в объятиях снежной бури? Давайте разберемся. Аномальная погода пришла в Казань еще в начале декабря. Тогда ударили нежданные морозы до 30 градусов, став первым, но не главным потрясением для казанцев. Холода превышали норму, в то время как количество осадков не доходило до средней отметки. Однако в середине января природа обрушила на город больше половины месячной нормы осадков. Это повлекло задержку десятков авиарейсов, ограничение движения автотранспорта на федеральных трассах и затруднение перемещения пешеходов. На сегодняшний день на нашей метеостанции Казанского университета высота снежного покрова 70-80 сантиметров практически. Фактически она должна быть по климатическим норме порядка 48 сантиметров. И зима еще не закончилась. У нас зима заканчивается примерно с 31 по 3 апреля, когда температура среднесуточная перейдет через нулевую отметку в сторону повышения. Поэтому снег еще может быть. Уже в начале декабря столбик термометра опустился до отметки минус 25, хотя обычно средняя температура в это время составляет минус 8 градусов. Морозы держались почти неделю, пока 20 декабря погода резко не ударилась в плюс на несколько дней. Новый год Казань встретила в теплых куртках, а в конце месяца холод опять уступил место оттепели в районе нуля. В день всех влюбленных теплом погода не наделила, наслав на город морозы до 22 градусов. Эта зима оказалась немножко ниже климатической нормы. В декабре примерно 1 градус, холоднее оказался январь на 3 градуса даже. Ну и февраль, он не будет теплее климатической нормы, а климатическая норма это порядка 10 градусов для февраля месяца. Значит будет чуть-чуть попрохладнее. Почему? Потому что первая декада и вторая по 11 градусов со знаком минус. Ну и вот нынешняя декада, заключительная, она тоже не будет, в отличие от московской, скажем, погоды, больше климатической нормы. Почему? Потому что на нас сейчас влияет сибирский антициклон. Эта зима удивляла не только скачками температур, но и обильными осадками. Такого снега не только Казань, но и России они видели 11 лет. Вот так получилось. У нас были волны холода и волны тепла. Вот волна холода была в начале декабря, затем в начале января морозы установились на целую декаду, ниже чем минус 20 градусов. В феврале у нас было 4 дня, тоже температура была низкой, ниже минус 20 градусов. Но были волны тепла. Вот эти волны тепла, они обусловлены как раз выходом северо-стантических циклонов. И они принесли нам много осадков. В середине января за пару дней выпало около 70%, а за первые 6 дней февраля половина месячной нормы. Такая экстремальность погодных условий связана с глобальным потеплением и влиянием Северной Атлантики. Несмотря на то, что календарная зима подходит к своему концу, снега вряд ли прекратятся через неделю. Но мы продолжим надеяться, что весна наступит в Казани как можно скорее. Алина Чупрова, Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Александр Антонов. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова